Итак, смотрите, мужчины. Как должен развиваться мужчина? Никто не знает сейчас. Смотрите, как мужчины развиваются. Тоже школа там и все прочее. Это хорошо, но веды объясняют, что развитый мужчина, это мужчина способный сдерживать свое половое желание. Потому что если женщина, она начинает погружаться в школу, в изучение, в институт и все, на первом месте это ставит, у ней и Донаги работает, нет? Нет. Она начинает затухать, а у нее начинает работать правая сторона тела, мужская. И она начинает ее усиленно развивать, что для женщины крайне пагубно, как для здоровья, так и для ее развития как личности. Она не развивается нормально. Даже я вам скажу, вот смотрите, допустим, может женщина быть руководителем или нет? Нет, мужики говорят. Может еще как? Она может даже лучше мужика управлять и страной, и всем. Но для того, чтобы она управляла страной, она должна быть сильным человеком. Как женщине стать сильным человеком? Ей надо очень сильно развить в себе и Донаги, то есть женские качества, она должна стать матерью для всех, понимаете? Тогда она станет сильной. Если она как мужлан будет бегать по заводу, это не признак силы женской, это признак ее тупости. Тупости, понимаете? Как женщина воспринимается всеми, как мать. Она может подозвать человека любого без всяких усилий. Мать означает огромное могущество. Она подозвает и скажет, Федор, зачем ты выпил, мой дорогой? Ты знаешь, что я тебя могу выгнать с работы? Он говорит, простите меня, Марья Петровна, простите, я дурак. Он говорит, я тебя прощу, но последний раз. В следующий раз, как я не подойду сама, твой прораб тебя сработает. И все. И он ее слушает, потому что она подошла к нему по-человечески и поговорила. Мужчина так не сможет. Он не сможет. Сниси, сниси, сниси. Это означает, что он любезит перед ним. Дядя Федя не будет слушать мужика. Ему нужно строго себя вести, сразу наказывать там или еще что-то, иначе он не будет его с ним воспринимать, его нормально. Но женщина может с помощью любви все вопросы решать. Представьте, женщина подошла, начала на него орать. Что от этого что-то меняется? Она сможет контролировать его с помощью крика? Нет. Видите, женщина может даже быть руководителем, но эта два с начала должна развиться как женщина. У нас в Москве была одна передача, такой круглый столб, и как бы передача по семейным отношениям, и люди разделились на две категории, вернее, нас разделили на две категории. Одни считают, что сначала надо жениться, а потом развиваться во внешней деятельности, а другие считают, что надо сначала развиваться, а потом жениться. И были несколько экспертов, я в том числе. Слава Богу. Потому что я считаю, не так, не так правильно. Ну, это была такая передача, неважно. Важно то, что в экспертах была еще одна женщина, которая занимает серьезные положения в правительстве, в России. Она возглавляет комитет многодетных семей. Ну, что-то такое. И она общается с Лужковым, тогда общалась со всеми. То есть, ну, серьезное положение. И она рассказывает про свою жизнь, что первым делом она организовала свою личную жизнь. Она родила ребенка в институте будущей. И самое главное для нее была семья. Параллельно она училась. Она училась параллельно и развивалась как женщина. Она очень сильно укрепила свои отношения семейные, стала сильной личностью как женщина. И она очень сильно пошла вверх к карьере, потому что она стала сильной личностью. Если женщина развивается как мужчина, то есть пытается волевыми способами все решать, не семейную жизнь свою укрепляет, а пытается на работе продвигаться, что происходит с ней? Очень просто. У нее психика становится напряженной, сухой. Работа ей начинает надоедать. Она и в кишках сидит. Она чувствует, что ей все в жизни надоело, ей не хватает труды, ей не хватает нормальных отношений. Она истерики на работе катает, потому что она перепутала работу со своим личным домом. И она хочет личных глубоких отношений на работе, всех трекирует там, этим своим желанием. А это желание надо в личной жизни реализовать, а не там. Представьте, такие женщины становятся причиной страданий для всех. Они сначала хотят работать, у них сильное желание появляется. Потом это желание остывает, потом дальше им все надоедает, потом они терпеть работу это не могут и хотят оттуда уйти. И считают, что это не их предназначение. Ищут другую работу. И так у них циклически все происходит. На одном месте, на втором, на третьем. И потом они думают, как дальше жить? Я не могу себя найти. Знакомая ситуация, да, женщины? Знакомые. Некоторые просто терпят. Работа не нравится. Но они живут, работают над ними. А что делать? Надо терпеть. Тоже не выход. Тоже не выход. Человек от этого все суши становится, суши. Красота пропадает. А причина в чем заключается? Не в том, что женщина работает, а в том, что работа для нее становится главной целью жизни. Психика переходит на правую сторону, и она теряет себя в результате. Точно так же происходит у мужчины. У мужчины главное это развитие себя как личности, работа над собой, достижения, победы в социуме. А для этого нужно только одно правило в жизни своей закрепить. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а женщины? А женщины потом. Понимаете? Правило заключается в этом. Потому что женщина для мужчины означает, психическая энергия начинает течь по левой стороне тела. Это означает, что человек, если постоянно думает о сексе, он думает о женщине, постоянно о сексе, начинает о женщине думать хорошо, он становится постепенно как тряпка. Он теряет волю, силу, теряет разум, решимость, способность развиваться, память. Он теряет интеллект, теряет здоровье даже. Он становится алкоголиком в результате. Почему? Потому что спивается. Почему? Потому что водка — это женская энергия. Это вторая жена. Понимаете? Это женская энергия. Это горькая мужская правда. Правда мужской жизни, очень горькая, заключается в том, что ни одному мужчине никто не объяснил, что надо все половые чувства сдерживать, а не его распускать. Мужчины все думают, вот сколько у меня баб было. В этом заключается мое достоинство, моя сила как бы. «Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па себя. Мужчина, который очень привязан к женщинам, он становится слаб в семейных отношениях, он не может терпеть женские эмоции. Когда у него психика работает по левой стороне, он становится слабым человеком. Эмоциональная сила женщины, у женщины огромная эмоциональная сила, и мужчина должен как скала его воспринимает. Жена должна кричать, рядом что-то нервничает там, а он такой спокойно на нее смотрит. Уйди, старушка, я в печали. Помните, ему два грозных. Это классика, мужчина должен быть очень спокойно. Мужественный означает спокойный. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что мужчина должен быть очень сильной личностью, волевой, спокойной. И женщине как за каменной стеной за таким мужем. Она чувствует заботу, потому что он не реагирует на нее эмоции. Он может их победить. Ведь женщине нужна победа над ее эмоцией. Она сама не может победить, поэтому ей нужна семья. Потому что муж может победить, и с мужем спокойно. Почему? Потому что он сильный. Вот представьте себе такого мужика, допустим. Вы взяли себе мужа, вышли замуж. Вышли замуж. Такое. Стоите здесь рядом с мужем. Вот такое. Вам нравится, нет? Женщины, кто полюбил? очень трудно полюбить так почему потому что мужчина находится под реальным женской энергии он ничего плохого не делал в своей жизни он просто постоянно думал о сексе все ничего никого не убивал никого не мучил знаете он просто постоянно думал о сексе и почему он тоже это не то что он хотел так думать просто думалось понимаете ну что так просто работает психика у человека у мужчины или он подвиг совершает своей жизни или думает о сексе у нее есть два варианта как жить понимаете если подвигов нет жизни значит придется думать о сексе а что делать и мужчины теряют себя в результате они спиваются они деградируют они становятся маразматиками постоянно третируют портят нервы своей жене издеваются над женой все это причина одного они сильно привязаны к жене я помню в Индии шел с женой по дороге и жена мне говорит смотри счастливая семейная жизнь я книжку писал счастливая семейная жизнь смотри там две два монгуста такие длинные такие животные красивые и они вот так и бегали друг за другом вот так поле такой чистое природа красота никого нет 2 монгуста и бегают друг за другом я говорю слушай че же они не могут просто разойтись как бы но места-то много чего бегать друг за другом они как не могли разойтись они прыгали друг на друга кусались и фыркали бегали друг за другом счастливой семейной жизни. Квартира тоже, три комнаты. Ну что, ты сядь по дну, ты другу. Чего орать-то, бегать друг за другом? Причина только одна – привязанность. Если мужчина сильно привязан к женщине, то он становится как раб эмоциональной к ее силе. И ее небольшие изменения эмоций он сразу начинает на нее орать. Почему? Потому что он сильно привязан к ее психике, к ее телу. Он хочет ей наслаждаться, не может от этого оторваться. Это называется слабость человека. Слабость, мужская слабость просто, не сила. Я говорю, мужчина, мужская сила. Что значит мужская сила сейчас? Как это тырмит, что означает, женщина? Все знают, все молчат. Оказывается, мужская сила не в этом, понимаете? А вот эта возможность этим заниматься является просто для мужчины отдыхом. Это для него не является жизнью и его мужской силой. Это просто он расслабился, понимаете? Отдохнул. Жизнь для мужчины означает работа над собой, достижение успеха в жизни, означает изменение общества в лучшую сторону, победа над своими привычками, означает духовная жизнь. Это для мужчины жизнь, а остальное для него развлечения. Он отдыхает так. Понимаете разницу или нет? Отдых и жизнь. Для женщины что такое жизнь? Для женщины жизнь, это ее семья. Она там работает, она там умирает, упахивается в семье. А отдых для нее что? Работает. А что вы смеетесь-то? Женщины? А что вы? Давайте посмотрим правде в глаза. Смотрите, если на работе можно кофе попить, поразговаривать с подружками, если и раньше работы отпускают, раньше с работы отпускают, если на работе можно больше отпусков взять, и начальник не дурак, то значит работа хорошая. Ведь так или нет? На работе обязательно можно поговорить с другими девушками. Поговорить надо. Попить чай, поперекусывать. Вытирять час работы. Это значит хорошая работа. Так то, что я перечислил, работой вообще не является. Это отдых, понимаете, на работе. Вот я вам доказал, все очень просто. Ведь женщине для работы нужны эти вещи. Ведь так это или нет? Так. Это означает, что женщина на работе ищет отдыха, понимаете, отдыха, а не работы. Она там отдыхает, это для нее развлечение. А работа для женщины дома. Вот истина, которую вы пришли сюда услышать. И это истина ужасающая. Потому что многие женщины не знают этого. И в результате губят свою судьбу. Для мужчины жизнь означает работа над собой, победа себя в работе, в социуме. А постель для него развлечение. А для женщины семейная жизнь — это жизнь. А работа для нее развлечение. И если человек этих простых истин не хочет понимать или не может, счастливой семейной жизни у него не будет. Видите, простой. Беда — это математика, знание математическое. Оно очень простое. И с другой стороны, очень сложное. Сложность в чем заключается? В том, что принять сложно. Допустим, большинство женщин говорят, а я не такая. Мне вот работа больше нравится. Ну что делать? Мне надо больше на работе быть, чем дома. Ну значит, вы будете страдать в личной жизни. А как мне сделать так, чтобы мне дома больше нравилось? А для этого надо менять свой разум. И поэтому мы ходим на лекции, для того, чтобы он постепенно менялся. Не надо думать, что сейчас будет лучше в семейной жизни таким женщинам. Не надо так думать. Но надо знать, что если мы изучаем, как правильно жить, то это будет меняться. И это значит, что женских качеств будет становиться больше. И это значит, что счастья в жизни будет становиться также больше. Теперь поднимите руку женщины, которые уже себя поменяли. И стало больше счастья. Ведь многие ходят на лекцию. Смотрите в зал. Видите, есть руки такие. Человек 20 поднял руки. Это означает, что я здесь не просто трепло какое-то. Понимаете? То есть я говорю вам ценные вещи, которые могут в жизни помочь. Итак, следующая ценная вещь, которую я вам хочу. Вы с этим вопросом разобрались или нет? А можно вообще не работать? Женщине дома только работать. Нет, такого слова можно вообще не работать, женщине нет. Потому что женщина работает, работает, работает. Вопрос где? Дома только. Смотрите, чего в обществе не хватает. Мы думаем, искренне верим, что нам не хватает качественных пылесосов, стиральных машин, компьютеров, холодильников и всего остального. И поэтому мы вкладываем все свои силы для того, чтобы это стало более качественным. Но реально в мире не хватает сейчас другого. Вы посмотрите, допустим, выходите на улицу, что вы видите? Пусто, холод. Подъезд заходите, пусто, холод. Квартиру заходите, то же самое. Это означает, что в этом мире не хватает людей. Зайдите, допустим, в деревню, которая была 200 лет назад. Вы заходите в деревню, что вы видите на улице? «Выйду на улицу, гляну на село, девушки гуляют, ты мне весело!» Вот что мы видим на улице 200 лет назад. Мы видим, что много красивых женщин, которые заботятся об обществе, они гуляют, они поют, они ухаживают за детьми, они создают атмосферу любви, понимаете, которой сейчас нет. в нашей жизни. Нет. Мы по конурам все сидим, а если вылазим, опять в конурах садимся и едем в этой конуре. Нет любви, нет отношений, понимаете? А это должны делать только женщины. И мы скупцы. Мы не хотим женщинам дать возможность этим заниматься, нам не хватает денег. Поэтому столько разводов, потому что нет любви, без любви невозможно жить. А женщинам надо дать возможность любить. Женщина сама себе такую должна возможность дать. Почему ты работаешь так много? Денег мало. Все, твои проблемы. Потому что женщина должна первое сказать, нам денег мало, у нас дети неухоженные. Мы кушаем, как скоты. Полуфабрикаты. Скоты что кушают? Полуфабрикаты. Ну коровы, допустим, там зимой, чего они кушают? Ну полуфабрикаты они кушают. Слепили и дали. Когда им ничего не дают, они сами травку свежую находят. Понятно. Но когда готовят для них, готовят вот так. Точно так же мы готовим для себя, господа мои. Потому что пища означает любовь. Кушать котлеты магазинные мы любим, потому что не знаем, что бывает что-то другое. Сегодня у нас две съемочные группы было, и вторая съемочная группа согласилась все-таки остаться на пять минут попить с нами чай. И так как она согласилась, они взяли в руки кусочек торта, начали кушать, и очень сильно удивились, что это было. А это, оказывается, была пища, которая готовилась в глубоком состоянии людей. Мне потом по секрету сказали, по секрету сказать, что девушка она два года ждала, чтобы мне этот торт испечить. Она с такой состоянием любви готовила, потому что я своими лекциями, как оказывается, поменял ее жизнь. Она хотела отблагодарить, она готовила с любовью торт этот. И торт оказался очень вкусным. И это почувствовали люди, которые с ним делали съемки. Они очень удивились. Женщина сразу такая вышла смаковать. Какой ты виден торт? Как вы его приготовили? А мужчина он как бы не так врубается быстро, он ел как бы. Что, не магазинный что ли? Она ты видел магазин таких тортов она говорит? Начали общаться между слоями. Что, не магазины? Вкусные не магазины что ли? Это все вообще обычно не ем. Вот это что-то ем. Не знаю почему так размышлял. Да так человек всегда должен есть. Понимаете? Потому что пища на 50% состоит из энергии любви того, кто ее готовит. Вам что, на заводе колбас будут готовить колбасу с любовью? Нет. С любовью готовят только дома, дорогие мои. А любовь является основой жизни человека. Если мы не вкладываем силы в любовь, так значит, что у нас в жизни-то, какое счастье будет? А почему мы не вкладываем силы? Потому что нам денег надо больше. Так может лучше взять меньше денег, взять то, что есть из тех денег, которые есть любовь, их превратить в любовь? Смотрите, как хорошо станет детям, как станет мужу хорошо, жене хорошо станет. И с этого начинается счастливая семейная жизнь, с того, что семья начинает действовать, функционировать по семейным принципам, а не по принципам фолуфабрикатов, понимаете? Женщины скажут, да я не люблю готовить, а ты не пробовала. Женщине не надо в себе женщину запустить сначала, понимаете? Она когда закрутится, сразу и любовь придет к этому ко всему, к женскому. Но с женщин так дела, в женском теле, для чего? Чтоб любовь в себе крутить? Она должна с любовью стирать, с любовью убираться, с любовью готовить, не то, что как-то бегать, поклать, зачем? Не надо упасть, надо делать все это очень плавно, спокойно, аккуратно, торопиться некуда. я просто рассказываю, как должно быть. Я понимаю, что это сказка, хорошая такая сказка, но ее надо знать, господа, иначе к чему стремиться будет? Не к чему. Конечно, если вы сейчас прийдете домой, муж скажет, что работать я больше не буду, ну, как бы, семья развалится в результате, да? Это не выход. Но я вам просто говорю, чем надо стремиться, это же другой вопрос, что вы придете домой, мужу скажет, мы об этом тоже будем говорить сегодня. Итак, смотрите, все как интересно. Оказывается, личной жизни не хватает секса, а любви. Люди сейчас считают, а мы не можем жить вместе, у нас секса нет. А секс, это знаете, что такое? Это трение двух тел друг от друга. Что, не верите? Нет, я вам точно говорю, секс, это когда два тела друг от друга трубятся с разной скоростью. Разная скорость бывает, но они трубятся друг от друга, понимаете? Это называется секс. А все остальное называется любовь, понимаете? любовь. в этом трении любви нет, значит, в этом трении нет только и все. И человек говорит, а у меня секса нет нормального, я не чувствую удовольствия. Так поймите, в сексе удовольствие означает любовь. А вот что такое любовь, я вам сейчас расскажу, это ничего общего не имеет все, что мы думаем. Вот сейчас вы увидите, что мы очень сильно заблуждались в этом вопросе. Смотрите, как интересно веды объясняют, что когда молодой человек видит девочку, что и она ему понравилась, означает произошла гармония, резонанс произошел, гармония на каком-то из семи психических центрах, неважно, произошла гармония. Что происходит в это время? Светки Соколовый день рождения, сегодня 30 лет и так далее. Это все хорошо. Называется влюбленность. Подсходит резонанс. И у мужчины, у первого, кстати, у первого мужчины, вторая женщина идет, так все работает в системе. Сначала у мужчины, что происходит внутри у него происходит, но иногда наоборот было. Но что происходит внутри? Там внутри есть хорошая карма и плохая. И когда человек видит девушку красивую, что она делает с ним? Представляете, какая сила в женщине находится? Она берет своей красотой и ему хорошую карму все вытаскивает наружу. Представляете, просто своим присутствием и все. Так раз, и он такой мне хорошо с тобой и в снегопоты в дождик пролегнуть. Представляете, сила какая? Ну, сразу хорошо стало. И это он называет любовью. Это не любовь. Любовь означает совсем другое, а это называется влюбленность. Понимаете, влюбленность? человек отторкнул, опа и пошло. и он запомнил от кого? Насыщает влюбленность. Он понял от кого пошло. Запомнил. Ну, главное понять, он же мужик не сильно от него. Опа, вот от нее пошло. Все, значит, будем на нее добиваться. Главное добиваться. Пошло от нее, значит, ее будем добиваться. Все. Вот, это называется влюбленность. Но у девушки же то же самое происходит. насмотрит на молодого человека и у нее из глубины хорошая карма выходит наружу и она такая растаяла. Застыла такая от блаженства и не может даже шевелиться. Так действует на женщину вот это состояние. Мужчина, наоборот, шевелится. Ну, как бы торкает и пошел шевелиться. Вот, а женщина, наоборот, застывает. не так это действует. Это не любовь. То, что я сейчас говорю, это не любовь. Это влюбленность называется. И ради этой влюбленности люди готовы все бросить в своей жизни. Жену, детей, все. Престиж, репутацию хорошую, все бросить. Просто ради этой влюбленности. И это называется безмозглость. по-другому их никак не называются. Потому что я другому отдана и навек ему верна. Вот это называется любовь. Мы думаем, эх, дура, дура, Анна Краин, зачем? Зачем ты так сказала? Ведь любовь у вас была. Нет, это не любовь была. Это была влюбленность. А что это за любовь такая, если он взял, просто ее бросил, предал, как не знаю кого. Она его так любила. Люблена была. Он взял ее и предал. А если любовь нет предательства, любовь означает верность. Знаете, разницу чувствуете, нет? Что от того, что ты балдеешь от другого человека, это не означает, что ты будешь ему верным. Потому что как ты начнешь балдеть от другого человека, ты захочешь его. Эй, яблочка на тарелочке, надоела мне жена и пойдут девочки. надоела жена, пошел к девочке. Означает опять влюбленность, никакой любви нет. Смотрите, интересно у нас как психика работает. Если человек не изучает, что такое любовь, как у него в сердце работает система. Она работает таким образом. Он ждет влюбленности и думает, что это и есть настоящее счастье. придет и к нам любовь, придет она всерьез. Наверное, ждет ее. И это цель его жизни. Влюбленность именно это ждет. Причем интересно знать, что астрологически, то есть по влиянию планет, это состояние влюбленности возникает в результате влияния луны. Поэтому под луной, да, все под луной, все песни под луной поются. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Да? Наступает ночь, зовет и манит мысли новой это я. Вот. сегодня вообще вы думаете лекция будет, да? Я вообще это концерты провожу. Ладно, неважно. Важно то, что у нас комплектная программа такая местная. Итак, смотрите, интересно, влияет энергия луны и люди теряют головы. Но это на самом деле портит им жизнь, они улучшают. Опыт показывает, что это так, но они ради этого чувства готовы на все. Почему? Потому что жить без любви не могут люди. Час без любви, пропащий час. Нам хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Смотрите, даже если не любят нас. Вот это означает любовь. Но это труднодостижимая вещь. И даже если не любят нас. Это называется любовь, называется труднодостижимая вещь, потому что не хочется так, хочется, чтобы меня любили, означает, наслаждали мои чувства. у вас есть любовь или нет? Нет, я его люблю, он меня не любит. У нас нет любви. У вас есть любовь, означает. Видите, все перепуталось, сейчас все объясним. Это объясняет, что сначала человеку дается демонстративный ролик. То есть дается человеку сначала схема чистых отношений, к которым должен всю жизнь потом стремиться. Ему дается сначала как демонстративная версия, понимаете? Try and buy. То есть сначала надо попробовать, потом покупать. Покупать тяжело, понимаете? И медовый месяц означает, что их попробовали. Это называется влюбленность. Что это такое? Это сила дается свыше. Девушка начинает вести себя правильно, как надо себя вести полностью, как мужчина хочет. Мужчина начинает вести себя как надо вести себя, и это происходит не по его воле, а потому что так делает судьба. Сила судьбы людям показывает сначала в отношении как надо, и они называются безумия. Мы те видели, чтобы само что-то само здесь делалось. Если машину саму завести, отпустить она в стол режется. Чтобы любовь развивалась, для этого надо понять сначала, что это такое. То, что мы почувствовали в этом состоянии, это называется влюбленность, и люди к этому стремятся всю жизнь. Они говорят, у меня нет к нему любви, я не хочу с ним жить. Так у тебя нет Веда объясняет, что любовь на самом деле совсем другое. Любовь означает, что ты служишь близкому человеку в состоянии счастья, независимо от того, достоин он этого служения или нет. Это называется любовь. И ее из себя выдавить не так-то просто, господа. Этому надо учиться. И только когда мы способны будем любить, тогда у нас будет счастливая семейная жизнь. Потому что человек только с помощью этой силы можно поменять другого человека. Только с помощью энергии любви можно поменять близкого человека и сделать его хорошим. Не с помощью того, что гнудишь на него, гнусишь, плачешь, обижаешься, злишься или бьешь ему в морду по-мужски как бы воспитание. Не работает система. Потому что только любовь меняет сердце близкого человека. А любовь это шаг пропасть. Это когда ты один, понимаете, один на один с собой остаешься. Человек может любить только один. Любовь это когда ты сам. Понимаешь, не когда мы вместе, а когда ты сам начинаешь это делать без другого человека, испытывая счастье, служа ему. Ничего не ожидая взамен. Вы скажете, это невозможно. Правильно. Значит, вы мудрые люди. Значит, вы понимаете, что любовь это состояние вне эгоизма. Для обычной жизни невозможное состояние. Поэтому веды объясняют, что если вы хотите научиться любить, этому учиться надо у святых людей. Поэтому раньше люди и молились для того, чтобы научиться жить обычной жизнью, мирской, правильно. Они пытались у святых людей взять то, чего им не хватает в жизни. ведь очень тяжело помыть посуду, чтобы тебе никто не попалил. Очень тяжело с работы привезти капусту, и тебе никто не скажет спасибо. Это очень тяжело. Но именно это человек должен делать как проявление любви, а не как желание использовать близкого человека. я помыла посуду дальше, что я хочу, чтобы меня хвалили, а не хвалят, значит получат. Почему не получат? Истерику получат, конечно, не чистую посуду, понятно. Да, смотрите, я сейчас вам кое-что попрессую, покажу. Хорошая карма у человека кончается, понимаете, ее там бесконечно много нет. Вот показали демонстративный ролик, и все, надо его запомнить, об этом мы еще будем говорить, что надо запомнить, этот человек, который мы встретились, он действительно такой, это не обман. Понятно, что потом он так себя не проявляет, но это не обман, он действительно такой, именно так он проявляет свою любовь, потом будет проявлять жизнь, если ты сможешь его таким сделать, сама или сам. Это уже другой вопрос. человек сам создает свою любовь, никто не поможет. Почему ты таким не можешь стать со мной? Не может он, любовь не выдавишь. Вот смотрите, допустим, девушка говорит, улыбайся мне, говори мне ласковые слова. Это значит, что он улыбаться будет меньше, и говорит ласковых слов меньше, или это делать будет искусственно, потому что любовь из человека не выдавишь. любите, любите меня, давайте. Я приехал к вам издалека. Любите меня, чего вы меня не любите? Любите. Видите, вам смешно стало, любовь появилась у вас, нет? Да? Не верю я в это. Она раньше была просто, Не от того, что я вот этим занималась, понимаете? Или я, допустим, я сейчас буду лекцию по-другому читать. Не с любовью, я сейчас, я до этого вам с любовью лекцию читал. А сейчас я буду по-другому. Как, когда положено мне вообще-то. Добрый вечер. Я обладаю большим знанием. Сейчас я вам все это объясню. что-то не хочется вам больше сидеть на лекции. Знаете, почему? Потому что лекция означает любовь. Это не означает вы пиндосу, понимаете, на сцене. Очень умный вид, крутой, ученый, доктор наук, все изо всех щелей лезет. Это не любовь и не лекция. Да просто демонстрация своего интеллекта и все, не больше. Знание передается только с помощью любви. Для того, чтобы любить, надо стать смиренным. Если надо попить, значит, надо попить. Ничего страшного. Знаете, любовь означает совсем другое. человек перестает упендливаться в семейной жизни. Он становится очень смиренным. Муж, допустим, перестает вести себя с женщиной, с женой, со своей женой. Как типа он крутой, вот ему надо перед ним прыгать на задних лапках. Олег Геннадь говорил, что ты должна быть смиренной со мной. Так я это не тебе говорил, а ей, понимаешь? И в этом есть противоположность, в этом есть колоссальная разница, которую надо понять, что это вообще слова для женщины произносились, а если ты говоришь эти слова, значит все, они уничтожены. Все уничтожено, потому что любовь не выдавишь из человека. Он не тюбик с зубной пастой, понимаете? Любовь не как зубная паста, она наоборот теряется, если ее выдавливать. Поэтому человек должен забыть о том, что требует любовь. А мы чем занимаемся? Что такое скандалы? Что такое скандалы? требования любви. А зачем ругаться-то еще? Что не поделили? Почему ты ко мне так относишься? Потому что он является воплощением твоей кармы. «Олег Геннадьевич, вы можете мне наглядно показать, какова моя судьба?» Я говорю, «Иди сюда». Ее мужик, вот смотри. Это наглядно. Нагляднее некуда. Если вы видели свою прошлую жизнь, вы бы очень сильно удивились, что в прошлой жизни мы очень похожи на кого? На своих близких людей. не 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 Продолжение следует...